Мы находимся на улице Шевченко буквально неделю назад. Здесь стая собак чуть не растерзала 8-летнего мальчика. Но сейчас эта же стая свободно гуляет по улицам. Мы решили провести эксперимент и проверить, как можно защитить себя, если вы оказались возле вот такой стаи собак и они хотят на вас напасть. Мы ни в коем случае не хотим и не собираемся причинять вред животным, но тем не менее мы взяли в магазине несколько средств защиты от агрессивных животных и сейчас их проверим. Вот это электрошокер. Говорят, что он даже звуком отпугивает животных. Еще один способ это вот такой ультразвуковой баллончик защиты от агрессивных животных. Он безвреден для собак и безопасен для человека. Нажимаешь и ультразвук отпугивает животное. И такие способы защиты, похоже, станут единственным выходом для красноярцев. Популяция бездомных собак в городе растет, как и случаи нападения на людей. Проблему безнадзорных животных накануне обсуждали на заседании горсовета. В законодательстве грядут изменения. С нового года агрессивных собак по закону нужно помещать на пожизненное содержание в приют. А такой роскоши пока красноярск себе позволить не может. В бюджете города точно этих денег нет. Более того, полномочия эти, значит, сегодня находятся там, передаются из одного министерства в другое. Соответственно, финансирование здесь город, во-первых, не в состоянии, потому что там, по некоторым оценкам, от 50 там до, там, не знаю, там, совершенно неприличные цифры назывались. И если деньги найдут, на строительство приюта уйдет не один год. Сейчас отловом безнадзорных собак в Красноярске занимается подрядчик по контракту. Но судя по участившимся случаям нападения животных, этого ресурса недостаточно. Пусть меня волонтеры закидают камнями. Группа, которая у нас, организация, которая назначена и выиграла тендер по отлову собак, она, конечно, это делает. Но невозможно это полноценно исполнить, поскольку собак очень много. Они плодятся. Никто за этим не следит. Тех собак, которые все-таки агрессивны, а они есть, они, к сожалению, есть, они будут. Это все-таки животные, в первую очередь. Их, конечно, надо ликвидировать. Но закон за гуманность усыпляет животных, если они не больны, запрещено. Единственный способ отлов агрессивных. Только после стерилизации собак с чипами возвращают в зону обитания. И, как говорят специалисты, если собака попадает в стаю, проявление агрессии не исключено. Получается замкнутый круг. Фактически город Красноярск нас оставил один на один сейчас с этими животными. И я так понимаю, что после Нового года мы увеличим количество покупок различных травматических средств и средств индивидуальной самозащиты, потому что другого способа повлиять на эту ситуацию просто нет. Одно из предложений, которое прозвучало на вчерашнем заседании, закупить в школы и детские сады ультразвуковые отпугиватели. И по итогу обсуждений мэру города направили рекомендации передать полномочия за отлов и содержание безнадзорных животных муниципальному предприятию. Кстати, уже в эту пятницу проблему обсудят краевые власти. Надежда Сергеенкова, Иван Дорофеев, Новости Прима. Иван Дорофеев, Новости Прима.